Остальные уточки. История с маленькой девочкой, которую порезал ножом собственный отец, становится все запутанней. По свидетельствам соседей, мужчина души не чаял в дочери. Сейчас он находится в следственном изоляторе и подозревается в покушении на убийство. По словам полицейских, он признался, что ранение дочери и себе он нанес сам. За этой историей пристально следит и наш корреспондент Людмила Батюшкина. Она с нами на прямой связи. Людмила, а вы пытались встретиться с мамой ребенка. Получилось ли это сделать? Добрый вечер, Раскар. История пятилетней девочки, получившей ножевые ранения, не дает покоя ни обычным обывателям, ни журналистам. Люди хотят знать, что на самом деле попытался убить ребенка. По-другому это не назовешь. Раны малышки повергли в шок даже врачей. Сегодня наша съемочная группа отправилась на встречу с мамой девочки, которая сначала согласилась пообщаться с нами, а потом передумала. Однако, по словам соседей, девочка уже дома, швы ей сняли. И рассказывает, что пятилетний ребенок им совсем не то, что официально говорят в полиции. Давайте послушаем соседей. А кто тебя это сделал? Она говорит, дяденьки. Дяденьки, говорит. И папу били. Ну и все. Не говори, что это папа? Нет. Я говорю, не папа, нет. Ну и ребенок же врать не будет. Правильно? Зачем? Если бы папа сделал, он бы сказал, что папа сделал. Правильно? Она сказала, дяди, говорит, вот так показала. Я говорю, сколько дяди? Она вот так показывает. Один, говорит, сильно пьяный был. Людмила, согласно официальной версии, именно отец девочки признался в том, что он нанес на живые ранения себе и ребенку. Ну, полицейские пока ведут следствие, так что об официальных результатах выводить рано. Однако, согласно их версии, 39-летний мужчина поссорился с женой и выместил злость на ребенке. Это произошло, когда они пошли купаться на местный водоем. Осознав, что наделал, он попытался покончить с собой. Однако, по словам соседей, мужчина, сам истекая кровью, принес дочь на руках домой, откуда и вызвали скорую. Адвокат задержанного таких атаков предполагает, что у мужчины шелк, из-за которого он не может четко излагать свою позицию. А вот по сообщениям некоторых информационных лент, мужчина на самом деле отчим девочки и напал на нее из ревности к жене. Где же истина? Ну, пока говорить что-то, утверждать рано. Но, судя по всему, все-таки истина в нашей версии. Соседи рассказали, что семья, в которой помимо раненой малышки еще есть дети, распалась несколько лет назад. Причем в России. Мужчина просто привозит детей к родственникам на лето в Караганды. А в карте? Спасибо, Людмила. Надеемся, что эта загадочная история с раненой малышкой все же прояснится. Если на семью напали посторонние, то надо понимать, что агрессивные люди с ножами по-прежнему на свободе. Поэтому стоит проявлять осторожность.